Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя и без святой Его. Добрый день, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры! Сегодня наша тема звучит необычно, одновременно интересно, важно, актуально для современного времени, актуально для августа месяца, особенно когда на протяжении дней Успенского поста многие родители стараются привезти своих детей, бабушки привезти своих внуков в Храм Божий, для того, чтобы те приняли таинство причастия, поучаствовали в таинстве исповеди, и получили от Матери Церкви благословение на учение, благословение на Новый учебный год. Мы начинаем говорить об этом явлении, и перед тем, как рассказать о так называемом школьном молебне, о том, что он означает, для чего он нужен, что просит Церковь у Господа в этот момент, мы поговорим вообще о таком понятии, как Церковь и дети. И перед тем, как развивать эту тему, говорить о ней, углубляться в эту тему, обратимся к апистолярно-педагогическому наследию святителя Тихона Задонского. «Видим, что малое деревце ко всякой стороне удобно преклоняется. Куда не преклоняется и куда преклонится, так и растет. Так имеется юная и малая отрача. Чего научается, того и навыкает. И чего навыкает, того и в прочее время творить будет. Научится ли добра в юности своей, добр и через все житие будет. Научится ли зла, и зол во всем житие будет. И из малого отрока может быть и добрый, может быть и злой. Какое воспитание наставление будет иметь, таков и будет. От воспитания, как от семени плоды, все прочее время жизни зависит. Многие учат детей своих светской политики. Иные научают иностранных языков. И на то немало суммы тратят. Иные стараются обучить искусство торговать, художество. Но по-христиански жить детей едва кто научает. И без сего всякая наука ничто же есть, а всякая мудрость буйство есть. Что польза христианину по-итальянски, по-французски, по-немецки говорить, но безбожно жить. Говорит святитель Тихон Задонский, который является не только христианским мыслителем, богословом, но и в данный момент, изучая его творение, мы приходим к выводу, что он и являлся очень хорошим, очень глубоким педагогом. Церковь и дети. Вот говоря об этом понятии, мы затронем такую, наверное, сложную тему, как национальная идея. Какая национальная идея была в дореволюционной Руси? Единственной фактически национальной идеей было православие. Это была не только религия. Это был не только какой-то культ. Это была идея. Это был образ мысли, образ жизни, образ мышления, образ восприятия. И в этой национальной идее воспитывался ребёнок с самого начала своего рождения. Как мы говорим, с младенчества. Почему? Многие педагоги, многие священнослужители, которые говорят о православной антропологии, о православном воспитании ребёнка, они приводят такую очень часто мысль, обращаясь к родителям. Ты рожаешь того, кто тебя будет хоронить. Помни об этом. Ты воспитываешь того, кто тебя будет или не будет поминать. И в храм ты приводишь того, кто будет тебя посещать в старости. Вот ребёнок и храм. Очень интересно, чему ребёнок учится в храме? Он учится жить по совести. Чему ребёнок учится в храме? При правильном, разумном вождении ребёнка в храм, при правильном направлении вектора православного воспитания ребёнок учится в храме любить. Ребёнок учится в храме быть честным. Ребёнок учится в храме почитанию родителей. Ребёнок учится в храме не брать чужое. Ребёнок учится в храме тем нравственным критериям, тем нравственным понятием, которое предлагает нам Церковь через Евангелие, через Священное Писание. А основной фундамент, который позволяет ребенку нормально воспитываться в лодне церкви, конечно, это его семья. И вот многие говорят, ну вот ребенок ходил в храм, ходил, ходил, почему он перестал ходить вдруг, когда ему исполнилось 12-13 лет? Размышления. Два ребенка, один ребенок, ну из просто невоцерковленной семьи, которому, в принципе, позволяется все и вся, и, как мы видим в современном мире, чтобы ребенком не заниматься, чтобы с ним не общаться, не беседовать, чтобы не иметь, как мы называем, зону доверия между ребенком, между родителем и ребенком. Ему покупается телефон, айфон, и ребенок всецело погружен в эту игрушку, которая, говорим еще, вернее, говорим, была куплена для того, чтобы им не заниматься, чтобы не быть с ним рядом. И вот этот ребенок, мы не говорим там из плохой, а просто из простой, ну не церковной абсолютно семьи, он от мира, вот в своей этой изоляции, в которой он пребывает, он может брать все, что он хочет. Идеи, мысли, образ жизни, поступки. И ребенок из семьи, которая старалась его воспитывать благочестиво, церковно, по совести, по вере учить жить. И вот эти два ребенка встречаются, они начинают общаться. И тот ребенок, который был из церковной семьи, он же подросток, и в глубине он хочет попробовать то, что может пробовать первый ребенок, но что запрещено ему. И тогда он, к сожалению, бросает Бога и церковь. Почему? Потому что Бог мешает ему жить так, как он хочет. И вот такой пример. Вот мы спросим, вот как сделать, чтобы так не произошло? Наблюдение священника. Простая семья. Мама, медсестра, отец, строитель. Очень люди такого среднего, даже сказали бы мы, бедного, достатка. И вот у них четверо детей. Смотришь, вечером в окне у них лампада горит, собирается на молитву семья. Утром лампадочка горит, и эта семья опять стоит на молитве. В субботу вечер, иногда и без матери, которая работает, дети, их никто не подгоняет. Они пошли в храм. В воскресенье утром или с мамой, с отцом, или вместе, брат, сестры, они идут в церковь. И вот самое интересное, что парень, мальчик, который рос в этой семье, там один мальчик и трое девочек, он даже в школу не пошел на выпускной, потому что эта семья не богата была. Она экономила материальные средства. И этот ребенок не обиделся ни на мать, ни на отца, то, что ему запретили. Не то, что запретили, а попросили этого не делать. Попросили поэкономить немножко, потому что семье, может быть, не на что было жить. Потом каким-то великим чудом этот парень поступил в Воронеж, высшее военно-авиационно-инженерное училище. Он его закончил, сейчас он служит офицером в одной из войскских частей. И вот удивляет, вот те, у кого не было в семье религиозного фундамента и морально-нравственного, ведь их, они не всегда хорошо устраивают свою жизнь, не всегда попадают в нормальный жизненный поток. И вот мы скажем, почему этот ребенок, он прижал курсантом, будучи, будучи офицером, может, он шел в храм, шел помогать в алтарь, шел на клирос, читать, петь. Почему он все это не растерял, как дети, о которых мы говорили выше? Потому что самый главный религиозный фундамент был заложен в семье. У него не было тех противоречий, что в церкви он видит одно, ему говорят одно, в семье он видит другое. Вот очень часто бывает как? Когда ребенка отправляют в православный лагерь, он учится за три недели. Утром, вечером он привыкает молиться, молиться перед едой, после еды. Он привыкает в воскресенье находиться на службе, причащаться. И вдруг, приезжая домой, он говорит, мам, а почему мы утром не молимся? Пап, а почему мы не ходим в храм? Они отвечают ему, времени нет, устали. И он думает, как же так? Церковь меня учила одному, и мне было хорошо. А в семье говорят, что нужно жить вроде бы по-церковному, но совсем по-другому. Обращаемся опять к святителю Тихону. Истинный Отец не тот, который родил, но тот, который добру научил и воспитал. Родивший подал только жизнь, а добре воспитавший и научивший дал добру, добрую жизнь, дал добре жить, говорит святитель Тихон. Дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители, глубокая тема, мы еще к ней вернемся, к этой теме, мы еще о ней поговорим. Но здесь невозможно подводить какой-то итог. Мы говорим лишь о том, что нужно размышлять и нужно думать о том, как правильно воспитывать наших детей. Как сделать так, чтобы эти дети были для нас опорой и радостью в нашей старости. И чтобы эти дети были православными христианами и людьми, которые будут жить по совести и любить своих родителей, Родину и Отечество. Песня.